Так, все, значит, я поставил задержку, сейчас, соответственно, проверим. В просьбе отписал по возможным пропускам, по спайкам, я все скажу. Значит, первая игра у нас открылась очень стандартно. Gate Nexus, кибернетка от Ashbringer, Hata Gas Pool от Sharp Flex. Он собрал сотку на мув и заказал мув лингом, и после этого он рабов с газа не убрал, потому что заказал рауч варен. А Шпрингер, что у нас видел, давайте посмотрим, он видел третью хату, поэтому может предполагать переход в макро. Но перехода в макро тут нет, и я бы сказал, что на самом деле у Sharp Flex абсолютно контр-билд, если он правильно его исполнит. Хотя, сколько в продакшене? 6 рачей. Почему контр-билд? Потому что играет Ashbringer Феникса, то есть, во-первых, он играет Старгейта, не Роба, а Роба здесь бы лучше зашло. Во-вторых, он играет не Оракла, который бесплатно убивал бы рачей, а Феникса, который рачей бесплатно не убивает, а один тоже тем более. И третий пункт, что он играет, в принципе, в Глефы, то есть, там не Чарж, не Блинк, а именно Глефы, то есть, адепты, наверное, самые бесполезные против рауча-реведжеров здесь. И пока у него перспективы не очень крутые, намного жестче бы зашел Push Sharp Flex, если бы, возможно, он не стоял третью, но так, возможно, бы его спалил Ashbringer. Значит, сейчас только он заметил Феникса, а рачей быстренько заказывает батарейки. Если до двух батареек доживет, с Сентрю пока нет раучеров, он тут может хорошо отбиваться. Отвести надо было Сентрю, ладно, не домикрил немного Ashbringer, сейчас вся ситуация ему ясна, и, в принципе, его цель отбиться. Заказан Вайдрей, бусты, бустов нет, и есть один буст, возможно, пробустится Вайдрей. И потеря кибернетки сейчас даже не такой критичной будет, потому что продакшн здесь смещен на инорпу, и на грелку, то есть там будет... И так все окей. Но главное не потерять очень много пробок. Сейчас уже ситуация 27 на 35 в пользу Ashbringer, она терпима будет еще какое-то время, и он отключен, и мортал не будет, это очень плохо, и... Больше всего похоже на поражение для Ashbringer, потому что, даже если с игрелкой сейчас отбиться, очень большое количество пробок будет потеряно. Но я уже говорил, что тут просто по билду не зашло, то есть, что гилд Шарпфлекса, ну, по сути, идеальный контрилл, то, что делает. Ashbringer, конечно, он сейчас не домикривает и бьет по каким-то пилонам, судя по всему, из-за отвлечений дома. Причем, я говорил, да, Фрозе, что винрейт очень хороший у чувака в новом сезоне. Как бы, при 17 сыгранных игр 70% винрейт и ммр от 200, то есть, получается, что он стартует, допустим, с 5к, и каким-то образом за 17 игр все жутко набивает ммр, которого раньше не было. Ну, то есть, ну, вывод максимально логичный, что это какие-то чизы. И, как бы, ну, видно, что на самом, видно, что это так, потому что, типа, ну, как зерк исполняет, то есть, у него там во время пуша, двухбазов на 20 рабах, умудрились скопиться под 700 минералов. Он дозаказывал клин и так далее. Первая карта, к сожалению, идет за внутри. Ну, просто совсем не появился билдом, и очень сложно разведать протасу, когда он видит, вроде бы, третью хату, адептам видит достраивающихся дронов, и нужно бы разведать, по идее, чуть позже, но слишком похоже на стандарт, и вот, сложновато разведать. Там придется адептам на мейниты пешутся, а это, по сути, зачастую суицид для него. Значит, поэтому мы переходим к следующей паре. Следующая пара, следующая пара у нас, соответственно, Фроси против Сейна, это ПВП. В ПВП я не шаг, поэтому давайте не будем меня обвинять за убогое комментирование. Сейчас, значит, ищем Акропполис, я буквально перепутал. Да, секунду. Так, Акроп, там, наверное, Акропполис, так, ладно. А, конечно, я опять в лобби еще. Так, создаем с модом ВЦС, и давайте следующую пару. Так, теперь опять приглашаем наших игроков. Значит, от нашей команды у нас идет Фроси, который... Который хрен знает где. Наш брендер сейчас начинает выбить. Ээээ, good chazis. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ так приглашаем значит фразе и приглашаем сейна а еще приглашаем стримера black она стримера blackона, сейна давайте ребятки проверим так сейн отклонил почему-то так все окей сейн на месте пишем чтобы сын поставил расу, он поставил расу прежде чем я написал спрашиваем готовы ли наши игроки и let's go спрашиваем ли готов фразе так сколько у нас все свои ребят значит ставим себя судьей как обычно немцев судья не ставим я забыл анонимность поставить но для каких-то игроков это почему-то очень важно но то ладно так значит у нас сейчас будет пвп давайте посмотрим фразе очень много жаловался на пвп потому что ему очень по тупому алынили в том числе на starline джуниоре я помню и фразе у нас появляется в правом нижнем углу как раз на месте спауна меня а игрок противоположной команды внутри асейн появляется сверху слева значит посмотрим будут ли вообще стенки в пвп играется как стенки так и игры без стенок стенки тоже бывают разные с пилоном тут с пилоном тут с пилоном тут изредка конечно еще вот здесь бывают стенки на второй но они по сути для пвп уж точно бесполезны скорее даже во вред значит далее смотрим играется и гейт или сейчас пойдет форжа и предлагает сейн лагает хорошо что не я всегда в такие моменты волнительно что ты подводишь других игроков значит дальше у нас возможно две вариации это либо гейт либо форжа причем в случае с форжой у нас просто фразе научился потонить потому что на вкт у наш брингера две карты подряд успешно зафотонил но с другой стороны тут новые карты и под них возможно он фотонки не готовил поэтому оба игрока собственно играют гейт сейн тоже у нас фотонить не будет ну и газ фразе занимает два газа одновременно верная кинет туда типа по две пробки плохо просто знаю билды но просто под густами возможно не будет сразу переводится рабочие да под густами просто строится сразу на газ они приводятся два гита тоже с 8 стандартно потому что а стенка стенка кстати для очень худого юнита и иммортал или stalker не пройдет а вот у фразе тут нормально как нормально то есть это его решение мне пока больше билд фразе нравится его тайминги газа с двумя газилками тоже он с этим же собирать намного больше газа можно посмотреть сколько значит здесь 2 200 2 242 да здесь уже намного меньше 200 270 все на же собрал намного больше газа и сейчас посмотрим как он это будет использовать то есть пойдет ли там хоть дорогой старгейт по газу 150 самый дорогой наверно стартовая или это просто для того чтобы сделать центр сталкера в начале смотрят уже дорогая 100 газа давайте посмотрим что итоге будет тогда смотря сталкер мое предположение оказалось верно то есть много газа нужно было на начальное сантрю смотря сталкер это вообще самое такое сейфовое нос самый сейфовый старт в пвп потому что с добавлением 2 сталкера не позволяет отбить его первых двух адептов кстати сами как раз их и строят и при этом сантря с определенной версии патча у нее иллюзия стал стоить дешевле 75 по моему вместо сотки или вместо скольки извините не помню но короче суть в том что она стала раньше и можно раньше просто разведку послать вот удивительно для меня немного что фрости играет вторую сантрю и второго сталкера но ладно может быть я не шаря может быть это какой-нибудь подпуш сталки со сталкерами интересная конечно траекторию сейнон зачем-то чекать зелнеги может вот эти вот прокси хотя я думаю прокси вот здесь бы ставились значит дышим обоих игроков вообще нулевой одинаковые пилой пилон натурале значит вот как раз феникс иллюзия феникса летит от фрозе о которой я говорил да что будет разведкой и мы должны сейчас спалить технологию пока я не видят а теперь видит видят что это раба и там его иммортал либо аукс первым значит адепты пешатся смотрим сколько они убивают неплохой филд от фрозе мне кажется зря всех пробок так прям сорвал у одного адепта уже 3 киллса уже 4 это очень много на самом деле 5 киллсов это даже критично да на самом деле очень сильные потери парабам перевес уже на 4 штуки в пользу красного протоза сейна и учитывая что у него опенинг в роба и в роба то есть опенинги одинаковые они чуть получше фрозе сейфуются батарейкой потому что но сам уже говорил что боится всяких ауинов а сейн добавляет гейты то есть добавлять 2 гейта до аннексуса поэтому скорее всего как раз пушить и будет главное фрозе сейчас это заметить пролететь по другой траектории то есть он помнит что сталкеры были где-то здесь сейчас сталкеры вообще находятся на натурале и ему бы лучше по другой траектории немного облететь значит смотрим какой он сейчас получит вот а вообще да судя по всему какой-то подпуш который вот видит фрозе видит и доделанных сталкеров он увидел и призму своя призма у него тоже вышла и сейчас ему просто нужно по сути стоять на рампе встречать это то есть ситуация абсолютно но так выравнивается несмотря на вот эти вот потери то есть понятно что на три рабочих побольше у сейна но ситуация не критично но скорее всего сейчас закончится все тем что не пробьет сейн и оба выйдут в нексус и и дальше будет как-то уже зеркально твайлайты пойдут мы смотрим он просто на рампе встречает отжимает раз сталкера отжимает два сталкера 2 продамажил двух отжал не теряет по моему ничего потери у нас вот пять пробок да только потерял фрозе на 250 и уже по потерям вырывается он вперед то есть они у него гораздо меньше как я и говорил что он не пробивает и оба ставят нексус сейн уже свой поставил ждем нексус от фроузи или фроузи хочет контратаковать вообще здесь можно было бы попробовать контратаковать просто потому что ты не выходишь нексус ну вот но он просто подпушит причем очень удобная ситуация в том что феникс ничего не увидел фениксы увидел только идущий вперед армии поэтому собственно сейн здесь испугавшись ставит 2 батаэйки неплохой ход от фроузи может это конечно случайно получилось но тем не менее ситуация очень хорошая для него вот давайте смотреть за продакшеном сэн добавляет робобэй он уже доделывается и не вовремя заметил и почти 100 пудов это будет дизы которые их очень недолюбливает фрозе конечно хотя возможно он их недолюбливает только когда это прокси пуши опять фрозе круто динает разведку сейна перехватывая феникс и достаивает адептов ну и сейчас посмотрим будет ли разведывать сам фрозе будет драться скорее всего тут он не пробьет тут уже 4 батарейки кстати сейн прям очень сильно напуган а фрозе сам переходит во второй робот и тоже приходит в дизов причем тайминг не сильно прям хуже чем у сейна пробок он пока достраивает медленно но так по одной штуке небольшая очередь они стоят не очень-очень клевая ситуация для фрозе на самом деле тут он причем сильно действительно сложно было понять что ему следовало бы делать потому что все его разведки были прерваны и сложно сделать еще потому что если ты будешь сливать всю ману с антрейной иллюзии то чем тебе дефаться без филдов в случае пуша заказывать 4 батарейки а фрозе не заказывать ни одной батарейки экономить на этом достаточно 400 ресурсов по сути как стоимость nexus поэтому все окей фрозе молодец вот но по сути преимущество не преимущество у нас сейчас происходит так что один выстрел дезераптора может вообще все наигранное преимущество слизь за раз так что надо смотреть что будет дальше очень-очень клевая призма от фрозе он сейчас попытается вернуть те 5 пробок которые поставил начали точнее не вернуть а убить их оппоненту жаль нескольких прокотцал троих но не убил 4 есть и уйдет потому что никакого блинка никого твоего это нет нет стоп не уйдет не уйдет я думаю лучше было бы решение просто я в угол или колды и все и вот опять же какие-то неприятные потери фрозе полимит и больше просто потому что вместо тот самый момент вместо четырех батареек достроил пробочек nexus и вот несмотря на данные призмы сейчас у него все окей теперь потери конечно больше у фрозе на это все мелочи на самом деле это все плюс-минус одинаково так значит давайте смотреть за продакшеном сейн переходит в блинк а фрозе не слезает пока смартал дизов идет нет не идет не знаю в общем то добавить какой-нибудь дальше технологии либо просто гриле начать мастить они как раз вроде при переходе на третий nexus который кстати у фрозе в проксе очень интересный играет то есть он может выходом показать что он пушит при этом сейн допустим какой-нибудь иллюзии за скаутит отсутствие третьего nexus и поверить в какой-то жесткий алыб отменить свой там лишь бы задефаться ну больше наверно батареек он в любом случае не будет добавлять а фрозе третьего nexus начнет выкачивать вот что мне нравится у сейна больше это блинк форжа вот мне кажется фрозе следовал то же самое сделался ресурсов кучно поджать видимо хочет просто возможно при наличии и и маф и дизов не так будет раять на все равно это очень очень хорошей игрой дизов может будет помогать уворачиваться и в принципе мобильность догонять и далее сейчас посмотрим рано или поздно фрозе сейчас что-то закажет потому что он не будет на этом миксе точно сидеть все время это очень похоже казалось бы на переход фениксов потому что фениксами на самом деле очень мощный крут контрит дизов то есть просто во время боя феникса поднимают и неважно умирает феникс или нет пока дизрапторы подняты они просто будут на халяву стрелять вот пока дизрапторы подняты дизрапторы оппоненты то есть завтра фрозе будет стрелять и и дизрапторы опустился вам может быть уже третья армия оппонента не быть но зная фрозе на самом-то деле любителя карьеров большого фаната а тут могут быть и карьера на самом деле то есть я об этом подумал из плюс один на воздух который скажем так не совсем прям стандартно вкладывать еще сотку на грейд но сейчас посмотрим давайте что что будет в продакшене если это флитбикон то там феникса без вариантов грелка интересно форжа то время сэн добавляет вторую форжу кстати очень прикольно что несмотря на то что он форжи сделал очень рано и я все расстраивался что у фрозе форжи нет грейд он заказал только вот буквально сколько 37 секунд назад типа фрозе может его догнать нормально под пустами пошли грелки с плюс один на воздух короче либо я что-то не понимаю в пвп либо ну короче креатив и бешеный микро судя по всему так адепт сэн тут куда-то идут нет на мне ну сэн вообще не подозревает наличие какой-то пропси базы он вообще никогда не летал здесь иллюзиями и судя по всему не собирается так смотрим он занимает зелнагу ну скорее все просто для контроля не думаю что он дальше будет куда-то долетать ну пока она качает это база качает она уже пару минут фрозе в большом плюсе то есть у нее третий nexus встает одновременно с третьим nexus обсейну но как бы при этом еще прокси nexus скачал все это время так что вообще круто так значит не подпушка это харасс дизами пробок еще на nexus нет поэтому это попытка забрать они до контроля но потери могли быть значительно больше призму тут осталось о цель фрозе молодец что полетел за ней грялками но это кстати на самом деле шанс сейчас быть призму если вернуться хорошо от залпа дизов если вернуться хорошо от залпа дизов и если призму нет на сцену нужны ее реколить хотя нет тут и так уходит с мувом вот значит видим переход добавление 3 астрогейта и флит бикон и я реально все еще думаю что это может быть холлоап в карьеров ну блин конечно лимиты плюс-минус равные экономика в фрозе лучше но вот эти вот за raptor мне не нравится совсем слишком много они тут себе позволяют две батарейки отвлекся на дарков очень крутой блок пробками от фрозе просто десяточка сей не контролит только сейчас но уже поздно потому что это контролит не до конца очень просто вообще божественный мув на самом деле очень клевый да карьеры ну я сказал как бы карьеры еще семь минут назад как бы ну ладно не 777 когда астрогейты заказал минут четыре назад ну собственно вот и карьеры самое забавное что сейн переходит в астрогейта если это будет карьеры с его стороны это будет жесть очень интересный грейд нам блин к даркам фрозе забил что-то уже на земные грейды он не начинал их делать так как будто форжа им нужно было просто для фотонок чтобы они в копе с батарейками создавали какой-нибудь static defense вот и значит фотонка в минералке фотонка в минералке фотонка в минералке давайте посмотрим что в строге так закажет сейн возможно конечно не сразу вайдреев фениксов ну вот сейн наверное хочет добиться того чтобы но то чем как раз я говорил про контр-дизраптора про контр-дизраптора фениксами сейн сейчас пробкой находит прокси фроузе и не знаю сам он хотел там поставить прокси или он именно хотел проверить но очень интересно на самом деле что будет сейчас то есть как отреагирует сейн на эту информацию будет ли он поджимать будет ли он там летать фениксами или он просто до 5 драко фор понятно пока так 5 зилов пошли на фазе понимать должен что там будет какое-то но будет давление оказывается и я думаю вайдреев сюда привести это вообще отличное решение потому что очевидно что поджима сталкерами не будет это будет либо адет либо силы и вайдреев без потери разберут но что-то он немножко недоконтроливает зато сбил призму я не заметил она вроде бы воздизайн потому что здесь нечего в принципе делать пустой призме перейсит очень давно вот кстати дарки пошли о которых я говорил причем очень интересно ему со стороны сейна он запомнил что он выбил здесь фотонку и поэтому решил дарков но фрозе как просто худесник сталкеров привел с псом и сейчас смотрим на реакцию нужно чтобы не помирал слишком много пробок фил да нет там еще и с блинком он кстати блин сейчас заметил этот но вот в принципе и сказался вот этот прокси-нексус некоторые несмотря на пациентки пробок очень долгое время в игре работал приносил энкам то есть сейчас 200 лимита фрозе при равных пробках на 166 сейна но тут еще конечно не только в прокси базе дело в том что сейн тратился на всякие дарков блинки которые пока что мало что нанесли до сих пор вот а фрозе к тому же сейчас строят гайверов поэтому его 200 еще и лучше по сути разве бы в 4 мексус перейти потому что вот это вот это не очень вообще все стоит наверно с того момента как дарки в простой раз забежали он так не отправился смотрим смотрим на реакцию рекола жаль нет параллельно какой-то выход сталкерами сейн так и ничего не заказал своих старых гитар ну заказал точнее пара фениксов но так и не продолжим ничего делать так дать посмотрим на непонятный выход сейчас как раз наверно только сейчас спалились кири фрозе сколько 17 пробок потеряно это на самом деле очень много но две опции и я думаю опция единственная на самом деле да нет я восстанавливать пробок единственно нормальное решение вот конечно лучше оставлять я думаю юнитов на базах потому что дарки с блинком вообще фотонки сносят с двух ударов то есть они блинкаются у них на наносят одну тычку наносит одну тачку 2 все фотонок нет статим дефенса нет очень неприятно сливается карьеры конечно наверно с этой как раз цели он вводил выводил сталкеров прозорить и ситуация на самом деле выравнивается то есть у фрозе сейчас намного круче боевой лимит за счет карьеров которые уже на сколько где их атака давайте так посмотрю вторая доделывается окей или от 3 стопа 3 доделывается уже вот он судя по всему будет нападать до 3 но в принципе ситуация окей сколько шаров 8 а тут 4 отлично но это хорошо если шары попытается в блинкниться в сталкеров оппонента то как бы до свидания все сталкера круто что у фрозе столько шаров лишь бы его сейчас дома не расшатали я думаю если бы сильно хватало мультитаску с учетом его банка он бы сейчас домой варпанул там по два дарка на каждую нычку и у фрозе было бы намного сложнее то о чем я говорил блинкивается еще разок можно пожалуйста в блинкивается сейн под фрозе но понимает что там окребет и от дисракторов и от карьеров что не успеют ничего за фокусить и пишет гг выходит из игры так сейчас очередь оверпаса и я не могу лич к этому человеку ничего написать так так фразе пишет а это старое сообщение от ашбрингера так у меня там уведомление создаем третью карту для аверпаса аверпас вышел со стрима аверпас не вышел со стрима наплевать у меня задержка значит кибер лес окей счет у нас 11 если это конечно кого-то интересует и сейчас мы будем смотреть на дебют аверпаса вообще не только на альфе но и в принципе на нашей любом кланваре вообще дебют на клонварах в адвенте его так значит мы приглашаем его и я его никнейм его оппонента хайскрибл а он же стример окей но мхплиз матч хистри понятно ой все так следят за свои матч хистрии это конечно так бакуана стримера приглашаем приглашаем в игру так никаких открытых лобби так аверпаса ставим против хайскрибла а меня сделаем судьей зерги терраны указываем на матч хистрии конечно туда аверпас настолько судя по всему не знаю выдумывает и создает себе имидж игрока что не хочет матч хистрии палить ну да ладно их право моя обязанность соответствовать исполнять их права на закрытых мачхи хистрии не хотят не хотят ага окей все стартуем и сейчас будет по сути единственная причина из которых я сегодня решил стримануть наш кв это появление оверпаса оверпаса то есть мне действительно было посмотреть на оверпаса очень жаль что им попался такой оппонент относительно не сильный для него то есть там вроде 4200 чувак и значит в левом верхнем углу у нас появляется оверпас зеленого цвета мы разрешили выбрать игрокам свой цвет оверпас выбрал зеленый а в правом нижнем углу фиолетом появляется хайскриб хайскрайб 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 окей не знаю как это переводится а значит инстаги это верпаса 1312 самое забавное что он мне написал якобы 1312 не работает на этой карте вот и блин а в итоге он играет 1312 так посмотрим еще по дронам я просто знаю что оверпаса кучу своих стратегий я могу сейчас ошибиться и это может казаться не 1312 вот но если по всему 1312 окей да один с рабов на минералах триногазе первым идут если правильно играть если не ошибаюсь я просто не шарю в таких халлинах но если не ошибаюсь то сначала линги потом квина потом муф потому что самое главное это тайминг лингов чтобы они начали хату грызть а затем самое важное тайминг квины потому что она дает инъекции и приход следующих лингов а затем делается муф то есть муф у тебя это делается что так что так но на 3 секунды позже ну не роляет а если плюс 6 лингов с трех личинок которые бегут на 3 секунды раньше то я считаю это роляет но верпас возможно даже лучше меня разбирается в этих часовых стратегиях побежал он напрямую без оббегания оверлорда вот ставь бейлинг nest и по правильному убирает одного рабочего с газа потому что лучше его перекинуть на минералы точнее не перекинуть а лучше им заморфиться а не минеральным дронам потому что два рабочих на газу там достаточно соберут газа для трех или двух бейнов начинает короче кусать хату у хайскриба я не сказал стандартная пятнадцатая хата была пул верпас решил кстати побежать в итоге на мейн а не кусать хату ну кстати тоже решение я честно говоря не шарю то есть большинство игроков ясно жрут хату а как только доделался бейлинг nest они соответственно морфят бейнов и уже дают сражение в лоб то есть они не низируются с дронами но я думаю в принципе это правильное решение потому что наверное толку есть хату ведь никакого доделывается мув и у хайскриба только вылезает квина значит оверпасу главное сейчас не отдать много лингов чтобы во первых было какой-то кулак слоу лингов дом и заморфили ну не дом и то есть там заморфились внизу бейны и бейны идут сейчас будем смотреть все зависит от микро хайскриба оно пока далеко не идеальное дроны либо сильно сейчас прокоцаются либо вообще взорвутся 3 уже взорвалось смотрим дальше квина в не таком уж хорошем положении какие-то патрулированные линги квина доедается квин больше не будет и остаются мув линги против гола уже дронов и слоу лингов то есть мува изначально не было бейлинг nest тоже но это по сути победа уже 100% не только потому что лимиты но и просто ситуация где у хайскриба уже меньше рабочих уже нет никаких технологий и не намечаются если нет в продакшене квин есть только одна плетка но оверпас может тупо копиться и плетку либо бейнами взорвать там сколькими пятью вроде бы либо просто лингами доесть у хайскриба в этой ситуации просто нет никаких перспектив уже смотрим ну все бейны в дронов да все гг 5 дронов и они сейчас мрут извините что не перевел экран осталось 0 дронов ггвп ну аверпас по-быстрому расправляется в принципе это можно было и от него ожидать наверное не хотелось ему с таким относительно не сильным оппонентом при этом 400 пм почти у меня нет у меня конечно в макроиграх лейтовых там бывает ну не бывает стабильно где-то там 350 по моему но 376 плюс 14 это жестко самое удивительное для меня что при этом у даймонда тоже ну у даймонд игрока там тоже 350 пм ну хотя контроль там на самом деле много контроль немного не спорю значит и еще 2-1 в пользу адвента у нас играется destroyer phoenix pvp и в случае эйса я поставлю наверное фрозеный эйс и соответственно будем играть эйс если так получится смотрим карту это у нас thunderbird да thunderbird это буревестник кстати не знаю мне очень на самом деле располагает название карты прекрасно просто а сама карта не располагается абсолютно я ее как зеркалу черкнул потому что вот эти вот непонятные штуки с минералами какие-то где их нужно проиграть там слишком много каких-то вариаций для пушей с танками слишком много каких-то вариаций для непонятных чузов и в общем нафиг это мне нужно вот хотя сам я уже протестировал такой одинолунчик но я ее вычеркнул потому что я этим не занимаюсь обычно значит приглашаем нашего игрока приглашаем их игрока с никнеймом phoenix и приглашаем стримера их back1 Сеня что-то не принял и phoenix так еще раз пролагнуло так еще раз синики да ой несение извините пожалуйста destroyer это у нас несение destroyer это у нас михаил если не ошибаюсь в общем просто привык что если относительно из незнакомых кто-то на альфа для меня играет ну не из незнакомых а из новеньких то это сеня всегда вот как раз на этом ммм хотя может у destroyer а у destroyer даже 5к sorry ну вот ладно так destroyer на месте phoenix еще раз так пригласить в игру так destroyer оставим меня выбираем в кастера phoenix оставляем выгода Тарастейн привет жаль конечно не ты это стримишь а то я тут себя чувствую каким-то убогим без микрофона без оборудования вот круто был бы если бы ты стриманул но не знаю не дождался я ответ и решил инициировать это действие самостоятельно привет очень на самом деле рад тебя видеть хотел бы как-нибудь вообще всех вас собрать встретился значит у нас второе pvp не самый интересный матчап на самом деле сегодня то есть у нас одно pvz которое закончилось очень быстро одно pvz которое закончилось очень быстро и еще две зеркалки pvp ну pvp было интересно на самом деле с очень интересными мувами с очень интересным стартом я обычно pvp не люблю но это было клево это было лучше чем остальные матчи на сегодня точно но возможно сейчас феникс дестройера нам докажут что pvp может быть интересным так анонимно себя на всякий случай уберу себя поставлю судьей и мы начинаем возможно последний а возможно нет матч для адвента а что на твиче нет стрима а как там твиче нет стрима а на твиче ведь есть стрима а на твиче ведь есть стрима если относительно из незнакомых кто-то на не знаю не знаю не знаю так сейчас проверим так уже лучше все окей продолжаем устроим упс анфон замкнул а на твиче есть стрим если что так возвращаемся в игру но сейчас у меня должно быть все со звуком или конечно не ты постримишь да у меня кстати микрофон недавно слетел судя по всему а может и давно кстати не знаю значит ладно смотрим что у нас играет и какие он выиграет в гейт. Опять не будет в батонах, но ладно. В продакшене значит только гейты. Сразу же Гастрас Граствал у Феникса. Такой же билд, как и у Фроузибл в его ПВП матче. В его ПВП, кстати, как он так. И похоже билд для Строера, но второй газ чуть-чуть попозже. В принципе, это не так раляет. Но сам тайминг газа важно, как они его рабочими насыщают. То есть, например, вместо этого у Дестроера просто пораньше три пробки на первый газ встали. Ну, то есть, да, заметно слили пораньше. Но при этом у Феникса чуть-чуть позже начинает качать второй газ, хотя он раньше появляется. Значит, Дестроер не плавно достраивает, как Феникса срывает всех работ сразу на газ. Вот, значит, возможно, при таком тайминге газа будет какая-нибудь... Ну, опять же, либо Сентри Сталки будет играться, да, либо, наверное, Сторгейт иначе не... Ну, я лично не вижу так много причин... Что там насчёт АМСК? А, экзекутор Торстанте пришли. Так много причин не вижу так много газа собирать. Значит, разведка брока на сабих сторон. Видят, что стандартные два кита, пвпшные. Кстати, очень прикольная тема. Можно здесь пилон ставить. А, кстати, Дестроера играют точь-точь, как в Роузе. Было прикольно, если бы он точь-точь в карьеров сыграл с прокси-базом, но я думаю, этого уж точно не будет. Псчетом того, что это уже было. Значит, Дестроер играет сейфово, Сталкер, Сентриа, а Феникс играет сейфово, Сталкер, Сентриауды под бустами. Интересно, у Дестроера вроде один, да, буст? Не, у Дестроера вообще без бустов отстроил. Отлично, что Дестроер, несмотря на потерю пробки, увидел, какие стартовые юниты были. Вот. Ну, а Феникс решил, в свою очередь, не разведываться по той причине, судя по всему, что, ну, он играет сейф, включая ему разведывать, если он так играет сейф. Вот. Очень интересное решение достраивать две Сентрии, то есть Фройс в своей игре достраивал одну Сентрию и сделать даже дарейку по фройсу, чёртски, сейфовую какую-то очередь. То есть у него нет, ну, только сейчас накопился газ, чтобы воткнуть какое-нибудь технологическое здание. При этом куча минералов, да, и выход в Нексус. Я не знаю, какие будут действия ответа на Дестроера. Ладно, я знаю, я вру. Вообще, короче, на этой карте есть офигенный пуш от Стрэнджа. Один раз видел скрины его. Значит, смотрите, какая тема. Вы едете пробкой вот сюда, вот здесь съедаете минерал, ставите газилку, пробка заходит в газ, у неё в руке газ, она проедает второй минерал, и вы попадаете вот сюда вот. Соответственно, мне кажется, ставить прокси-роба здесь, это не очень круто. А, не-не-не, подожди, Дестроер подвёл сюда пробку. Возможно, будет этот или иной трик. В свою очередь, Феникс полетел скаутить иллюзии. Что же там у нас? Сейчас увидит, наверное, отсутствие технологических зданий где идут дома. Увидит отсутствие Нексуса. Разве это никто не сойдёт? Батарейка здесь оттуда, культе строя поставил. Значит, мне всё-таки интересно просто, будет ли Дестроер вот эти камни проявлять? Потому что, если не будет, то как бы, ну, рейндж-дистанс, ну, не сильно прям больше, но тут он с лоу-граунта заходит, а тут он на одном уровне ландшафта сидит с оппонентом, и это будет лучше. В принципе, Феникс сейчас получил абсолютно всю инфу, что ему вообще нужно. То есть, он знает, что это прокси-дизы, потому что видел рога, и давайте смотреть за микро-динфо. Неплохие филды от обоих, но вот жаль, что Дестроер не смог покоснуть этих сентрей, которые у меня, с одной стороны, офигенно отжал филдами. Ну, посмотрим за продолжением. Дварк левает адектов, потому что видит много сталкера с сентрей. В свою очередь, Дестроер, у него ранее форжа, у него ранее плюс один, я думаю, это немного халявно, я думаю. Ну, посмотрим, посмотрим, много форжа.